ПЕСНЯ 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 Одно же очень много лет назад, когда я был совсем еще юным музыкантом, меня пригласили быть музыкантом в коллективе певицы армянской Лола Хомянс. Может быть вы слышали, может вы знаете, хотя вы все здесь такие молодые люди. Это было давно. Она была великолепная певица, одна из лучших джазовых певиц в нашей стране. И выступать с ней вместе, это вообще большое счастье. Я был пианистом, аккомпанировал ей. И мы объездили всю страну с концертами. А ее муж был совершенно потрясающий, невероятный музыкант. Он был эмигрант из Тегерана, Арташе Савитян. И вот он пел такие песни. Лола Хомянс выступала на сцене, она пела джазовые песни, она пела в стиле элфиджерал. А Арташе спел армянские песни, невероятно красивые. Почему я вот знаю, Манушак, еще какие-то, я могу даже вспомнить. С тех пор я очень прилибил армянские песни, армянскую музыку. Ну, я уже не говорю о таких классиках, как Рам Хачторян, понимаете, да? Вот это маленькое предисловие к тому, что я приехал с огромным удовольствием и с большущей искренней любовью приехал сюда, в Ереван. Я давно не приезжал. И знаете, в нашей жизни, когда ты находишься во второй половине своей жизни, и эта половинка уже тоже может закончиться в определенный момент, хочется бывать в тех местах, где ты, где в твоей памяти осталось хорошее впечатление, хорошее радостное воспоминание. Вот так и сейчас я приехал, и с огромным удовольствием сегодня мы ехали по городу, я смотрел и радовался. Скажите, пожалуйста, какое самое любимое место в Ереване или в Армении у вас? Есть ли там? Я люблю Ереван вообще, я люблю Армению вообще. Я не так хорошо знаю город, чтобы сказать конкретно. Наверное, если бы я больше поездил, просто наша жизнь, она такая достаточно скомканная. Мы приезжаем, спим, если удается, репетируем, потому что необходимо, выступаем, и иногда совсем сразу уезжаем. Поэтому редко, когда получается. Слава богу, что у меня есть здесь друзья, и иногда удавалось, но это было давно. Но таких мест прям вот конкретных я не могу. Площадь, я знаю, как свои пять пальцев в этой гостинице. Я останавливался много раз, много лет тому назад. Вот. Я люблю, я люблю Ереван, люблю Армению. А мы вас, интересно, вы во время вашей творческой жизни вас полюбили очень, уважали, ценят. Ваши песни до сих пор популярны. Интересно, что вы считаете самым большим достижением? В своей жизни? Да, для вас. Именно то, о чем вы сказали. Это для меня большое, большое достижение, потому что я не предполагал, что мое скромное творчество станет достоянием огромных масс людей, и что у них это будет оставаться в памяти, что они будут эти песни повторять, слушать с детьми, со своими, вместе с родителями. Это в жизни самое большое достижение, потому что жить просто так и просто употреблять вкусную пищу, хорошие напитки, ездить на хороших машинах и смотреть хорошие фильмы, это еще ничего не значит. Ты должен что-то сделать, чем ты потом мог бы сказать себе, да, вот были моменты, которыми я могу гордиться. Вот я думаю, что так. Скажите, пожалуйста, ваши песни любят все, не молодые, и скажите, взрослые, ваши любимые песни с вашей. Какой у вас любимый палец на вашей руке? Знаете, шар из Навур, прошу прощения, просто я очень рад, что здесь есть его как бы апартаменты. Он однажды сказал такую прекрасную вещь. Его спросили, это я к тому, что у вас будет вопрос о моих планах на будущее. Так вот, шар из Навур, величайший совершенно человек, я знаю хорошо его биографию, я много о нем читал. А он сказал, его спросили, а как вы собираетесь дальше жить, что какие у вас планы на жизнь? Он сказал, планы у меня большие, я собираюсь жить до 100 лет, а петь до 90. Так вот, дальше, если меня спросите, я просто процитировал из Навура, это и будет моим планом на будущее. Моя песня тоже одна из любимых, это 3 сентября. И насколько я знаю, я знаю, насколько этот день в России объявлен шуточным таким днем, днем Шафутинского, 3 сентября. Ну почему же это не шутка? Это серьезно? Вот так они считают. Это же неофициальное такое явление. Это народ так решил? Они так решили, да. Но это не шуточное, просто масса людей. Эта песня появилась в 1993 году, прошлого века. И она так с самого начала была не очень-то популярна, не очень известна. Потом, через некоторое время, даже, пожалуй, лет через 10, она стала вдруг любимой всеми. И с тех пор она развивается, 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 происходит. И вот сейчас будет 30-летие рождения песни 3 сентября. И будет концерт, который состоится 3 сентября в Москве. Поэтому, как это произошло, я не знаю. Ничего биографического в этой песне нет. Ни Игорь Николаев, ни Крутой, ни я. Просто два Игоря написали хорошую музыку и стихи, а другой человек, не Игорь, эту песню спел. Вот так получилось. Что касается одной из моих любимых, уже был вопрос по поводу любимых. В общем, да, она очень хорошая песня. В ней есть что-то такое необъяснимо. Понимаете, есть разница между депрессивным и... И, как сказать, я даже не помню сейчас такого слова. Лирическим. Лирическим, да. Вот чем-то таким. Она не депрессивная. Хотя там разлука, расставание, обида. Но она без депрессии. Она все-таки драматическая, но кончается достаточно так... Ну, обещающая. Не забирает надежды. Такие песни мне нравятся больше. Можно мне, если никто не против. О чем вы сейчас мечтаете, господин? И о чем вы мечтали раньше? Ну, в детстве я мечтал, чтобы у меня был двухколесный велосипед. И он у меня первого в нашем дворе был. Разные мечты были в моей жизни. Конечно, я мечтал бы, чтобы ни мои сыновья, ни мои внуки никогда война их не коснулась. Я мечтал бы жить подольше, чтобы почаще с вами встречаться. А что еще человеку нужно? Чтобы не было войны. Чтобы мы были все здоровы. Наши родители, наши дети, наши сестры, наши братья. Чтобы они были счастливы. Вот. Это главная мечта. Спасибо. Спасибо, Роман. Давайте. Извините, вы можете что-нибудь играть? Что-нибудь сыграете. Так в голову ничего не приходит, что играть. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас. Благодарю вас. Уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие мои друзья. Спасибо. Спасибо. Проходите, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы просто ждали, ждали. Думали, вы не придете уже. Ничего без вас. Ну ничего. Ах, что-то волнуюсь. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Как мы с Асамжелом Сергеевым. Барим здесь. Мне даже приглашение, по-моему, можно. Я очень рад. Я очень рад сегодня оказаться здесь с вами. Я любил Армении, я любил Герема. Я много раз здесь бывал в своей жизни. И это всегда оставляло в моем сердце незабываемое впечатление, незабываемое совершенно чувство. И каждый раз, когда я возвращался сюда, я возвращался к себе, как в родной дом. Потому что меня всегда встречали как тепло. И так, извините меня, и так здорово. И так, как сегодня вы навстречаете. Огромное вам спасибо за это. Потому что это стоит дорогого. Это дороже всего на свете. Приехать снова к вам и получить невероятную вашу энергию. Будет заряд ваших. И смотри, будет ваше чувство, ваше ощущение. Ну что ж, что сказать. Объявили юбилейный концерт. Честно говоря, юбилей состоялся почти год тому назад. И я сказал организаторам, говорю, я говорю, Арсен, юбилей уже прошел. Он говорит, ну так лучше, целый год юбилей длится. Действительно, еще следующий год не наступил у меня в моей жизни. Но 73 стукнуло, так что можете меня поздравить. Спасибо. Спасибо. Кстати, вчера меня один друг встретил, и я ему говорю, ну что, старина, вот 75, он говорит. Да ладно, ты выглядишь классно, на 74 вполне выгляжешь. Я порадовался. На самом деле, для меня это такого большого значения не имеет. Я, знаете, я сейчас в гримёрке у меня, где я переодеваюсь, готовлюсь к концерту, там висят портреты потрясающего, величайшего шансонье Шара Азнабула. Это один из моих любимых, в моей жизни артистов, я много о нём читаю, я много о нём знаю. Вот. И я знаю, что он однажды, когда я его спросил, какие ваши планы на будущее, а он уже был не молодым человеком. Он сказал, я просто собираюсь жить до 100 лет, а пить до 90. Так вот, в этом я с ним совершенно согласен, независимо. А там вот сколько-то есть сегодня. Спасибо. Я буду стараться вас не разочаровать. Сегодня мне особенно тепло ещё от того, что здесь есть в зале и мои друзья, и друзья, которые здесь живут в Армении, и друзья, которые специально приехали сюда. Например, здесь есть мой друг Вазгин, который мой друг на протяжении почти полжизни, который специально в Сочи прилетел сюда. И у него день рождения сегодня, он сегодня здесь в зале. Мы все вместе его поздравим. Классно, классно. Вот. И здесь Саркиз, он приехал из Москвы, у него здесь тоже близкий. Вот. Здесь Арсен, который проводит мой концерт. Я сейчас могу долго перечитать, потому что я даже могу забыть кого-то, и потом он до меня обидит, скажет. Ты про него сказал, про меня забыла. И мне будет неудобно. Поэтому все мои друзья, все мои близкие, и вы все. Спасибо вам огромное ещё раз, что вы сегодня здесь. Я приготовил специальную программу. Я буду петь сегодня одно старьё. Чтоб просто вы были не готовы. Потому что это как мы, как мои старые друзья, с которыми ты идёшь по жизни. И даже если эти песни не часто поёшь, а бывает, что и по нескольку лет проходят, пока ты снова к ней вернёшься, потом опять ты её как-то в сторону. Но она идёт рядом с тобой. Так и друзья. Друзья никогда не скажут, знаешь, ты уже старый, ты мне неинтересен, ты не друг. Нет. Нет. Старый друг лучше новых двух, а новые, друзья, это ещё лучше. Спасибо вам. Я с удовольствием начинаю нашу программу. А если вы будете эти песни вдруг вспоминать и узнавать, дайте нам знать. Это нам будет особенно приятно. Хорошо? Договорились.